Иначе я тебя убью. Нет, друзья, все происходит очень мягко и незаметно, через друзей. И вот, что произошло с Сергеем? Он начал употреблять наркотики в возрасте 16 лет. Через несколько лет он понял, что ему нужно остановиться. И ему наркотики предложили ребята с которыми он рос с детства, которые были его соседями и с которыми он дружил, они жили вместе с ним на одной улице. И вот он принимает решение остановиться. Он жил вместе со мной в небольшом городке, где рядом был лес. Город был окружен лесным массивом. И не у каждого человека в мире есть возможность обратиться в реабилитационный центр. И даже в реабилитационном центре не всегда могут полностью помочь человеку. Но процент все-таки есть и людям помогают. Это действительно так. Сергей взял палатку, взял с собой запас продуктов на две недели и ушел в лес. И две недели он жил в лесу на берегу речи. Один, без никого. И, зажав палатку, зубы, стиснув зубы, он переживал ломку. Страшное явление, которое переживает наркоман. И, когда он был в состоянии в состоянии, он взял ботон. И, через две недели, ломка его оставила. Он почувствовал, что он свободен от народа. И он вернулся обратно к себе домой. Через несколько дней его встречают его друзья и говорят, «Сеюжа, где ты был? Мы тебя потеряли. Мы думали, с тобой что-то случилось». И они говорят, смотри, что у нас есть. У нас есть новая доза. Он говорит, ребята, все, я завязал. Я не буду этого делать больше. Я остановился. Они стали ему предлагать. Он говорит, смотри, давай вместе с нами, да что-то. Он говорит, нет, я решил, все. Но его друзья, они insistили. Они предложили ему снова. Но он был крепкий в своей ответственности. И он сказал, чтобы они уходили, и он ничего не хочет больше общего иметь с этим. И вот один из них незаметно зашел на кухню и положил наркотик на столе. Итак, закон номер два и закон номер три. Если наркоман находится в зависимости и ему нужен наркотик, следующую дозу ему никогда не дадут бесплатно. И даже если Сережа говорит, ты будешь на коленях ползать перед ними и ты себя не удержишь и в туалет и сходишь там, тебе никогда дозу бесплатно не дадут если ты в системе. И вот почему в этом состоянии люди способны на любые преступления. Они не останавливают ничего, потому что у них есть одно желание, одна цель, достать деньги и купить наркотик. А правило номер три, закон номер три, следующий. Но если человек прекратил употребление наркотика и он вышел из системы, то ему дозу опять дадут бесплатно. И так произошло в этом случае с Сергеем. Когда он закрыл дверь в своей квартире со своими друзьями, через несколько минут он зашел на кухню. И когда он увидел на столе этот пакет с наркотиком, все вот эти наркотические ассоциации, эти воспоминания опять включились в его сознание. И тем более что это бесплатно, за это не нужно сейчас платить. И как вы думаете, что он сделал? Как вы думаете, что это произошло? Он принял этот пакет. И он опять оказался в зависимости. И он был еще в зависимости. Проходит еще несколько лет. Два или три года с этого момента и Сережа опять понимает, что он на краю пропасти. И он решает повторить то же самое. Он берет поварку, берет продукты и уходит в лес. И он решает повторить то же самое. И там опять, в течение нескольких недель, он переживает он. И он победил и опять вернулся к себе. И опять, через несколько дней, он встречает своих друзей, которые пришли к нему. И они опять ему принесли наркотик. И он говорит, если вы не оставите наркотик, я вас убью. Но он был очень радикал. Он заявил, если вы мне оставите наркотик, я вас убью. Они испугались и ушли. И они были боя, и они оставили его. Но через несколько дней произошло что-то очень страшное. И его друзья встретили его на улице и сказали, Сережа, у Саши день рождения, пойдем к Саши вместе на день рождения. И я хотел бы у вас спросить, скажите пожалуйста, а сегодня для большинства молодых людей, на день рождения, норма, это что? И сейчас я хочу спросить, что обычно люди делают в партии, в футболе, и как они делают их? Что они делают? Что они делают в партии? А там есть легализованный наркотик, который называется алкоголь? И Сережа налили, и Сережа выпьешь за здоровье Саши? И Сережа выпьешь за здоровье Саши? И, конечно, Сережа выпьешь за здоровье Саши? И следующее, как вы думаете, что произошло? Что случилось? Как только он выпьет, его друзья подошли к нему и показали пакет. Сережа, будешь? И, естественно, после того, как он видит, его друзья подошли к нему и предложили пакет. И то, что человек мог сделать в трезвом уме, он не смог сделать тогда, когда он выпил немножечко алкоголь. И он опять принял наркотик, и третьего раза освобождения для него уже не было. И Сережа, он принял наркотик, и у него была температура, и он говорил со мной что-то происходит. Наверное, я укололся, может быть, грязный экло, и какую-то инфекцию. Я не знаю что-то случилось. Когда я встретил Сергей, он умер, и он умер. И, через несколько дней, он умер. Дорогие друзья, есть очень важная взаимосвязь. Вы помните трепину еще? Мои дорогие друзья, вы помните трепину еще? Все проблемы, все большие проблемы, с чего начинаются? С маленького, с первого шага. Из-за чего начинаются? Все берут на основе, все большие проблемы. Они берут на основе в первый пас. Поэтому, застрахованы на 100% от всех этих ужасов только те, которые никогда не делают первый шаг. Смотрите, что написано на официальном сайте правительства Канада в отношении рисков связанных с употреблением наркотика. Смотрите, что происходит на официальном сайте правительства Канада в отношении рискованных с употреблением наркотики. У людей, когда они принимают те или иные наркотики. У них есть одно очень важное сообщение, и это действительно так. У них есть одно отличие, что даже если после первого раза с тобой ничего не случилось, И действительно, так бывает, что многие люди попробовали и вроде бы видят, что все нормально, все хорошо. Это не значит, что в следующий раз с вами ничего такого не произойдет. То есть, следующее употребление для вас может стать критическим. И никто не может объяснить, как у кого, в каком организме, как это работает, потому что каждый человек и каждый организм индивидуально. И многие люди, которые пробуют наркотик, они говорят, «Да никогда я не буду зависимым, никогда со мной этого не произойдет». Но правда заключается в том, что каждый человек, который сегодня находится в наркотической страшной зависимости, он думал так. Никто не хотел быть зависимым, все хотели испытывать только удовольствие. Но именно в этом и коварство наркотической зависимости. Обратите внимание на второй пункт, вот в этом овале праздника, выделенном, что многие люди, которые стали зависимыми, это у них произошло со временем. И когда они поняли свою опасную ситуацию, опасное положение, в котором они находятся, они попытались бросить употреблять, но они встретились с таким понятием, которое называется ломка. Это очень страшные симптомы, которые происходят в человеческом организме. То, пейте внимание на второй пункт, который находится в церкви, то, что они становятся непонятными, в период времени. И когда они становятся непонятными, они могут быть очень трудными. То есть, для того, чтобы избежать ломки, человек опять начинает употреблять ломка. И наблюдения показывают, что женщине тяжелее пережить ломку, чем мужчине. И, на самом деле, учитывайте, пожалуйста, на то, что женщине тяжелее переживать ломка. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, на третьи очень важные цифры. Это сайт официальной статистики Киев. Посмотрите, что в первом секунде, 6% всех учеников попробовали наркотик. Alors, regardez, в первом секунде, 6% des учеников уже пробовали наркотик. Второй секунде, это уже 18%. И на втором секунде, это уже 18%. Третий секунде, 30% учеников. Летий секунде, 30% учеников. Четвертый секунде, почти 40%. Летий секунде, почти 40%. И 47% это выпуск школы. Половина выпускников школы уже сделали первый шаг на эту тропинку в Вивеке. Вы понимаете с какой проблемой мы сейчас сталкиваемся? Дорогие друзья, в Священном Писании есть очень хорошие советы, которые могут нам помочь. Нам не нужно бояться поменять круг друзей. И Библия говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. И для того, чтобы спасти себя, нужно стать белой вороной и отделиться от этих людей, и найти себе другой круг общения. Дорогие друзья, в Священном Писании каждому из нас дает очень высокую цену. Наш мозг, наше сознание является огромной ценностью. Наша сознание является огромной ценностью. Сегодня мы живем в то время, когда легализовываем третий наркотик, который называется каннабис или марихуана. И сегодня очень много сюжетов и дискуссий, видеосюжетов и дискуссий есть на этой теме. И вы знаете, можно слышать такие мнения, которые повторяются неоднократно. Что это намного лучше, каннабис, это намного лучше, чем алкоголь. И вы знаете, очень много таких вот интересных моментов, которые говорят, да, как хорошо, давайте, давайте все вместе. Но вы знаете, мы сегодня не говорим о тех законах, которые принимает государство. Потому что есть законы, которые мы повлиять не можем. Но мы не говорим о тех законах, которые происходят внутри нас. И именно это может помочь нам и спасти нас. И именно это может помочь нам и спасти нас. И эта информация еще есть на сайтах, вы можете ее посмотреть, проверить, почитать еще больше всего. И написано вот такой вопрос. Знаете ли вы, что марихуана содержит множество веществ, которые нарушают работу нашего мозга и других органов нашего тела? И вот теперь мы опять возвращаемся к королевской полиции. И вот, друзья, произошла очень интересная вещь, которую нам необходимо знать. Что-то интересное было, что мы должны знать. Эта информация есть на официальном сайте этого корпуса полиции. Эта информация есть в интернете, вы можете также ее проверить. Эта информация доступна на интернет и находится также на официальном сайте этого департамента. За одну неделю до легализации свободной продажи марихуана для удовольствия, ГФС приняла вот такую резолюцию. То есть все члены королевской полиции должны воздерживаться от употребления марихуаны, кроме вот если это медицинское какое-то, то есть это мы не рассматриваем, потому что в медицинских целях человеку действительно могут доводить более сильные наркотики, но там абсолютно другое воздействие идет на организм, это более как обезболивающее, это не потребление для того, чтобы славить кайф. И, в результате, в зависимости от этой правилы, эти полиции должны избежать от consumения геннабиса для средств не медицинских, которые могут избежать межпотителей. Это за счет аппетита. Если Вы ищите об этом, то по себе членам геннабиса и заявляете, как и вы будете задавать геннабисы в плакет Это было как и все, и с вами, Это благодаря всех людей, о немежно их медицинских нахладах, которые люди ходили в госпитале. Но они не могут употреблять барихуану для удовольствия за 28 дней до того, как они приступят к своей работе. Скажите, сколько дней отпуск в Канаде? Скажите, сколько дней отпуска в Канаде? Скажите, сколько дней отпуска в Канаде? Скажите, сколько дней отпуска в Канаде? Сколько недель? Три недели? Три недели, если я уже больше стаж. Дорогие друзья, мне очень понравилось, как один из русскоязычных журналистов в русскоязычной газете прокомментировал это решение. Он написал, что таким образом руководство этого корпуса полиции очень красиво отреагировало и сказало, что пока наши агенты работают у нас, они никогда не будут за все время их службы принимать. А теперь смотрите, что они говорят дальше. Эта практика касается всех агентов этого корпуса, потому что они не могут быть на своей работе если они находятся под воздействием алкоголя или какого-либо другого анаркотика. И обратите внимание на последнее предложение этого абзаца. Научное исследование, к которым обратился этот корпус полиции, не может установить чистый, открытый лимит, границу безопасного употребления наркотиков. И в общем, это понимание этих людей, их интеллект, их ясность мышления всегда должна быть на высоте. И именно марихуана нарушает сознание, работу сознания нашего сознания, нашего мозга. И третья причина, по которой многие люди начинают употреблять наркотики, указана вот здесь. Это безидейность, бездуховность, это падение морали и так далее. Многие молодые люди хотят просто уйти от реальности, уйти от проблем, от тех трудностей, с которыми они встречаются. Они не знают как правильно это сделать и пытаются это сделать с помощью наркотиков. Дорогие друзья, мне бы хотелось немножечко остановиться на понятии духовности. Это очень и очень важно знать каждому человеку сегодня. Дорогие друзья, это не просто какое-то красивое слово. Дорогие друзья, духовность говорит каждому из нас о том, что мы являемся Божий творитель. Что каждый человек имеет огромную ценность в глазах Бога, в глазах всей Всеверной. Каждый человек не повторим, и мы огромная ценность. Я хотел бы вам задать еще один вопрос. Если кто-то может мне поднять руку в руке, вы ответите. Я обещаю, что завтра тоже вам принесут шоколад. Я хотел бы вам задать еще одну вопрос. Вы можете просто levantать свою руку. И сегодня, вы узнаете, как вы думаете. Для этого, я вам дать вам шоколад. Вы знаете, я читал очень много, когда жил в Восточной Европе, причины употребления наркотиков там. И в последнее время я стал перечитывать разные статьи, причины употребления наркотиков здесь, в Северной Америке. И как в Канаде, так и в Америке, за последнее время, и в последние несколько лет было сделано несколько исследований. И вот эти люди, эти медики, социологи, которые делали эти исследования, выявили главную причину посещения.